Давайте поговорим про стандартную модель. Стандартная модель – это вершина того, что человечество достигло в понимании того, как работает природа. Стандартная модель возникла из попытки скомбинировать два столпа, на которых держится современная физика, квантовая механика и специальная теория относительности. Очень коротенькая статья на Вики, русскоязычной, но на самом деле стандартная модель – это сложнейшая теория. Она была создана десятками и сотнями истинных гениев. Если мы откроем какую-нибудь книжку по стандартной модели, вот, например, Мэтью Шварц, «Квантовая теория поли-стандартная модель», – рекомендую, кстати, всем, – то можно убедиться, насколько сложна данная теория, просто если даже пролистать оглавление. Теория поля. Лоренцевая инвариантность, вторичное квантование, классическая теория поля. Старомодная теория возмущений. Распады, S-матрица. Правила Фейнмана. Квантовая электродинамика. Калибровочная инвариантность. Скалярная квантовая электродинамика. Спиннеры. CPT. Спины статистика. Квантовая электродинамика. Интегралы по траекториям. Ренормализация. Эффект Казимира. Поляризация вакуума. Аномальный магнитный момент. Ренормализация массы. Теория возмущения перенормируемая. Инфракрасной расходимости. Ренормализуемость. Неренормализуемые теории. Группа ренормализации. Следствие унитарности. Стандартная модель. Теория Янга-Милса. Квантовая теория Янга-Милса. Рассеяние глюонов. Хиральность. Спонтанное нарушение симметрии. Механизм Хиггса. Слабые взаимодействия. Аномалии. Тесты стандартной модели. Да, стандартная модель проверена с беспрецедентной точностью. Это самая точная теория, в которой сейчас существует. Ни одного предсказания, ни один существующий эксперимент не противоречит предсказаниям стандартной модели. Квантовая хромодинамика. Эффективные действия. Физика тяжелых кварков. Ну, посмотрите, 800 с лишним страниц. Если вы посмотрите на используемую математику. То поймете, что теория достаточно сложная. 800 страниц, пронизанных нетривиальной математикой. И чтобы понять эту математику, для начала надо хотя бы квантовую механику понять. И специальную теорию относительности. Стандартную модель создавали гении. Действительно гении. Просто чтобы понять стандартную модель, требуются огромные интеллектуальные усилия. Но так работает природа. Если вы хотите понять, как же на самом деле работает мир, в котором вы оказались, вы в конечном итоге придете к стандартной модели. Без этого никуда. Но если набрать на ютюбе стандартную модель, мы получим несколько видео действительно ученых. Дмитрий Казаков, например, на пост науке. На действии описываются группа симметрии У1. Озвучка. Михаил Данилов, тоже действительно ученый. Но в следующей ссылке идут уже всякие фрики. Ростислав Дмитриев, герой сегодняшнего выпуска. Можно найти видео Игоря Данилова по проблемам квантовой электродинамики и стандартной модели. Ну понятно, что поскольку Игорь не знает, не понимает даже стандартную квантовую механику, вероятность того, что он что-то толковое может сказать про стандартную модель, она равна нулю. Ну и действительно, если рандомный ответ послушать Дмитрия Данилова на какой-то вопрос про бозонг Хиггса, вот, например, посмотрим, что он скажет. Злой Гарри. Подтверждение бозона Хиггса на Бак говорит и об этом, что в теоретической физике вводится понятие поле Хиггса, и что это такое, как говорят, оно обладает свойством вязкой. Да, это поле Хиггса, да, поле Хиггса. Что у нас все частицы взаимодействуют, грубо говоря, с некой вязкой средой, вот с этим самым полем. И вот таким образом обладают массой. Ну, вот эту метафору постоянно используют шариков пенопласта, которые по мокрой поверхности катятся. По сухой бы они катились быстро и легко, а по мокрой они, значит, тормозятся как-то вязкости. Отсюда вот наша масса. Ну, похоже, все знания Игоря о стандартной модели тоже из тех же самых научпоп-роликов. Просто если человек не знает квантовую механику и ее особенности, бестолку ему что-то рассказывать про стандартную модель, всегда нужны какие-то аналогии, вот в данном случае с вязкостью. Поле Хиггса – это как вязкая среда. Но на самом деле оно не имеет никакого отношения к вязкости. Если вы посмотрите реально вот эту всю математику, вы нигде не найдете слово «вязкость». Вязкая среда, если тело движется через вязкую среду, то сила вязкости, она зависит от скорости движения. Если вы через вязкую среду очень медленно двигаетесь, то она вообще вам не кажется вязкой. Если же вы пытаетесь быстро пройти через вязкую среду, то она сопротивляется сильнее. Сила сопротивления этой вязкой среды пропорциональна скорости движения. В бассейне, например, если вы медленно в воде двигаетесь, какие-то медленные движения совершаете, у вас труда не составляет, а попробуйте пробежаться в бассейне, у вас не получится ничего. Поэтому все эти аналогии с вязкостью и тому прочее, все это неверно на самом деле. Но просто не понимая квантовой механики, пытаться что-то объяснить про стандартную модель, это просто трата времени. Все аналогии, они основаны на классической физике. Вся эта вязкость, частицы. Квантовая теория поля, стандартная модель, это же теория, основанная на квантовой механике. Все, что вы видели в моих лекциях по квантовой механике, все эти принципы суперпозиции, роль наблюдателя и так далее, все это соблюдается и в квантовой теории поля, в стандартной модели. Эти частицы, про которые ведет речь стандартная модель, кварки, глюоны, W-бозоны и так далее, нельзя их представлять себе классическими шариками, частичками. Они становятся классическими только после измерения, как квантовая механика стандартная говорит. Все, что может посчитать квантовая теория поля с помощью вот таких вот здоровенных интегралов, это опять же вероятности. Это способ вычислить вероятности. Чтобы получить какое-то число вероятности в диапазоне от нуля до единицы, требуются огромные вычисления. Огромные даже не с точки зрения компьютерных мощностей, а с точки зрения интеллектуальных усилий, которые требуются для получения этих формул и предсказания какого-то числа вероятности. Вот, смотрите, даже в квантовой теории поля обозначаются брайкет, вектор и дирак, амплитуды вероятности и так далее. Вся квантовая теория поля основана на квантовой механике. Эти частицы, если вы столкнете в большом адронном коллайдере два нейтрона, это не значит, что образуются тысячи других частичек. Нет, эти частички, они также не существуют объективно, пока вы не пронаблюдаете их. Какая-то вероятность, что образуются такие-то частички, какая-то вероятность, что такие. Все эти вероятности существуют в форме амплитуд вероятности, которые интерферируют. Все правила квантовой механики работают. Стандартная модель – это квантовая механика на стероидах. Извлечь какие-то числа из этих интегралов и математики чрезвычайно сложно. Ее создавали действительно гении. Кто интересуется бозоном Хиггса, кстати, я рекомендую… Я рекомендую лекцию Лени Саскинда «Demystifying the Higgs bosom». Тут он более-менее простую математику использует, но это уже не как Игорь Данилов. Но, с другой стороны, не так, как… Не так, как действительно, на самом деле, стандартная модель устроена. У Саскинда вообще целый курс по квантовой механике, по теории относительности, по всей современной физике, более-менее доступным языком, но не научпоп, поэтому всем рекомендую. Но если посмотрим, что еще YouTube нам предлагает Ростислав Дмитриев в теории кварков, например… Загадочное слово «кварк». Звучит непонятно и этим самым привлекает. Логичным продолжением прошлого ролика про Дейтери будет разбор теории кварков. Ну что… Ростислав сделал… Взял вырванный из контекста фразы действительно ученого… Дмитрия Казакова… Советского и российского физика, специалиста в области квантовой теории поля и физики элементарных частиц, члена корреспондента РАН… И говорит, что… Нет… Стандартная модель с ее математикой, которую он не осилил… Она… Не верна… Оказывается, все можно объяснить проще… Посмотрим, что он предлагает… Так называемая стандартная модель элементарных частиц. Что мы знаем про элементарные частицы из практики? Начиная с 49-го ролика про гравитацию, я отмечаю, что самыми простыми проявлениями материального мира являются гравитационное одномерное возмущение G и плоскостное возмущение T, состоящее из двух гравитационных и прямого угла. Непонятно вообще, при чем тут гравитация, поскольку гравитация – это единственное взаимодействие, не описывающееся стандартной моделью. И Ростислав нам предлагает вот эти вот треугольнички, которые он как-то связывает с какими-то там гравитационными эффектами. Эти прямоугольнички с прямым углом, оказывается, объясняют все на свете. Стандартная модель, оказывается, не вот такой вот математикой, а достаточно всего лишь вот таких вот прямоугольных треугольничков. Прямой угол, как я отмечал в прошлом ролике, кодируется у нас как нейтрон. Температура как электрон или позитрон, если быть более точным, чтобы был положительный заряд, а одномерное возмущение Г вместе с прямым углом – это получается протон. Казалось бы, на этом все. Нет в природе ничего более простого. Вот это да. Сталось только закодировать направление векторов этих возмущений в трехмерном пространстве с помощью координат x, y и z, чтобы единичная молекула была теперь полностью описанной. Но не тут-то было. В науке случилось открытие. Загадочное слово «кварк». Вместо того, чтобы просто… Не знаю почему, но я больше верю Дмитрию Казакову. Три частицы переносчика слабых взаимодействий. Это дубль в… И почему-то Дмитрий Казаков у меня вызывает больше доверия, чем… чем Ростислав Дмитриев со своими треугольничками. Внедрить систему координат x, y и z для задания направления элементарных возмущений ученые выкатили целую шараду. Вот она на экране. Куча «кварков». Лептоны, бозоны, мезоны, пионы, адроны. Если бы ученые придумали один «кварк», то можно было бы… Придумали. …но придумали. Да, придумали. Как и все фрики, он думает, что эту табличку «придумали». Фрики не в курсе, что над каждым пунктиком этой таблички скрываются громаднейшие экспериментальные данные. Придумали целую систему, которая своим разнообразием вызывает у многих доверие. Люди не хотят верить в Торы, так как научно доказано существование кварков. Это примерно как с богами. Если был бы один бог, то можно было бы заподозрить неладный, но придумали тысячи богов. И народ верит, что действительно что-то в этом есть, так как ошибиться столько раз невозможно. Так же и с «кварками». Ученые выкатили целую шараду, которую предстоит разгадать. По идее, вы и сами можете попробовать разгадать эту кварковую загадку. И Ростислав Дмитриев попробовал разгадать эту загадку. И вместо того, чтобы разгадывать ее в рамках стандартной модели и квантовой механики, он сказал, что все эти гениальные сотни, десятки и сотни гениальных ученых, которые работали над этой стандартной моделью, они все дураки. Надо было всего лишь что сделать. Треугольнички построить. Так как из прошлых роликов уже знаете, как выглядит электрон, протон и нейтрон. По теории кварков, протон представляет из себя комбинацию Ю-Ю-Д кварков, а нейтрон – это Ю-Д-Д кварков, ну, как показано на рисунке. Как строятся частички из этих самых кварков? Ну, очень просто. Ну, например, протон. Берем два У-кварка, один Д-кварк. У-У-Д – это протон. Берем У-Д-Д – это нейтрон. Я же попытаюсь объяснить весь этот кварковый заговор следующим подходом. Ключевым к пониманию схемы является следующий факт, что кодирование элементарных частиц через кварки – это позиционное кодирование. То есть принципиально важно, в каком порядке вы располагаете кварки. Какой идет на первом месте, какой на втором, а какой на третьем. Если переставить кварки местами, то у вас ничего не выйдет. Потому что при перестановке их местами будет меняться знак волновой функции. И если они совершенно идентичны, то волновая функция будет равняться нулю, никакого адрона не будет. Ну да, вырывать из контекста он, конечно, умеет. Дмитрий Казаков говорит про то, что фермионы описываются спиннерами. А спиннер, если повернуть на 360 градусов, то его надо умножить на минус единицу. Именно поэтому фермионы – это частицы с полуцелым спинном. Описывающиеся спиннерами, они кардинально отличаются от бозонов, переносчиков взаимодействия, описывающихся целым спинном. Ну такие нюансы не понять Ростиславу Дмитриеву. Это все слишком сложно. Треугольничками все можно объяснить. Эту проблему решили введением цвета, так называемого кварков. Цвет – это условное понятие. Чтобы уйти от позиционного кодирования и еще больше запутать обывателя, придумали цвета кварков. Порядковую позицию кварка предлагают определять уже не порядком в написании элементарной частицы, а цветом. Но не все физики поддержали эту затею, поэтому про цвета кварков мы пока забудем. Так что же в итоге следует из позиционной записи элементарных частиц? Ну да, Дмитрий Казаков говорил про то, что цвет нужен, потому что если бы его не было, вы бы не смогли разместить два кварка в нейтроне из-за принципа запрета Пауля. Система с трехмерной симметрией. И удивительным образом пространство, в котором все это размещается, тоже имеет три координаты. Поэтому сверху таблицы я подписываю пространство. Я знаю, что всего три оси направления, что в реальности было закодировано возмущение по оси Х. И создается таким образом первый U-кварк. Однако сообщить о том, что возмущение идет вперед по оси Х, можно и другим способом. Ладно, я не могу это бред смотреть больше. Найду пару смешанных моментов, наверное, и все. Минус Х ничего не идет. И для реальности остаются два вектора. Это когда к нейтрону приходит еще одно гравитационное возмущение, и он распадается. Отрывается гравитационное возмущение. Какое нафиг гравитационное возмущение? Стандартная модель ничего не говорит о гравитации. Гравитационное возмущение Г по оси минус Х остается просто Г по Х, и прямой угол это протон. Прямой угол это протон. У нас остается последний элемент таблицы элементарных частиц, это бозон Хиггса. Как видно из таблицы, бозон Хиггса имеет нулевой заряд и нулевой спин, а значит является абсолютным нулем. То есть это просто... А значит является скалярной частицей, скалярным бозоном. Тут даже написано Scale Bosons, скалярные бозоны. Просто обозначение для абсолютного нуля материи. Однако ученые смогли не просто придумать обозначение для абсолютного нуля, но и построить целый большой адронный коллайдер, чтобы организовать эксперимент, в результате которого был получен бозон Хиггса. Давайте посмотрим, что же это был за эксперимент. Бозон Хиггса действительно нашли, но только... Ну да, все фрики считают, что адронный коллайдер это куча денег, потраченная зря, впустую. Эйнар не в курсе, что весь этот адронный коллайдер стоит какой-то там десятую или сотую процентов от годового американского военного бюджета. Типа знать, как работает природа, по их мнению, не стоит таких денег, как односотые годового бюджета НАТО. А теперь давайте суммируем все сказанное ранее. У нас есть четыре фундаментальных взаимодействия. Каждое взаимодействие переносит особая частица. Сильная, слабая, электромагнитная и полихигса. Вообще-то еще есть гравитационная. Суммарно в физике выделяют четыре типа различных взаимодействий. Это электрослабая, слабая, сильная и хигса. Но Ростислав Дмитриев даже прочитать и повторить не может. Не электрослабая, слабая, сильная и хигса, а электромагнитная, слабая, сильная и хигса. И гравитационная. Электромагнитная и слабая объединяются в электрослабая. Теперь значит у нас есть полное понимание, что скрывается за этими словами. Электрослабая или электромагнитная это передача температурного возмущения. Ну например через W-bозон. Слабое возмущение это передача просто гравитационного возмущения через фотон. Ай, при чем тут гравитация? Ростислав, что за каша творится в головах у таких альтернативщиков? Я не могу просто понять. Надо отметить, что любые две соприкасающиеся частицы или два объекта соединены глюоном. Вот есть объект А и Б, и они касаются друг друга. То есть между ними всегда найдется развертка. Чувак, ты реально думаешь, что вот такими вот окружностями и прямоугольничками можно объяснить стандартную модель? А вот эти все формулы – это от Лукаова. Если бы можно было объяснить треугольничками, то действительно думаешь, что люди бы гениальные люди стали бы мучить себя вот такими вот выражениями и писать 800-страничные книжки, в которых кратенько излагается стандартная модель, если все можно описать парой окружности и треугольничком с 90 градусов. Чувак, что у тебя в голове творится? А ниже находится ряд из трех нейтрино. Как вы, возможно, уже догадались, это не что иное, как прямые углы от этих самых первых лептонов. Даже буква Ви, которая кодируется нейтрино, напоминает прямой угол. Ви, которая кодируется нейтрино, напоминает прямой угол. И это неопровержимое доказательство того, что эти прямоугольнички важны. Еще отмечу, что нейтрино отличается от нейтрона, который я тут что-то разбирал, тем, что у нейтрона есть два противоположных гравитационных возмущения. А нейтрино это просто чистый прямой угол. С этими знаниями уже не составит труда разобраться, как происходит бета-распад нейтрона. Ну, нейтрон, напомню, распадается. Нейтрон из-за наличия двух гравитационных возмущений получился тяжелее протона. И у него, значит, есть широко известная формула бета-распада. Это когда к нейтрону приходит еще одно гравитационное возмущение, и он распадается. Какое нафиг гравитационное возмущение? Г по оси минус х, остается просто г по х, и прямой угол это протон. И вместе, значит, с третьим пришедшим гравитационным возмущением образуется электрон. Единственное, чего не хватало для электрона, это дополнительного прямого угла. Поэтому сообщается, что образуется еще и антинейтрино. Минус прямой угол. Вот так вот из ниоткуда в систему добавляют прямой угол при помощи антинейтрино. Звучит непонятно. И этим сам привлекает. В общем, кому интересно, я более детально нарисовал, как вылит бета-распад нейтрона. Обалдеть. Да, ты все по пальцам разложил, чувак. Я теперь понял, как выглядит бета-распад. Для чего учил я вот эти 800 страниц? Такой математики я не понимаю. Оказывается, вот как выглядит бета-распад. Тоже я разобрал ряд других реакций. Все это позволяет подойти к пониманию того, что происходит в четвертой колонке таблицы элементарных частиц. В ней находятся векторные бозоны. Бозоны Гаусса. Какого нафиг Гаусса? Гейдж-бозонс написано. Гейдж переводится как калибровочные. Калибровочные бозоны. Ты даже прочитать не можешь слова. Вместо Гейдж прочитал Гаусс. Ну о чем тут вообще можно вести речь? Если ты не знаешь, что такое калибровочная инвариантность, какие там прямоугольнички, о чем ты вообще говоришь? Бозоны Гаусс. Протон, З и W бозоны. То, что блеон, это простой развернутый угол, уже было сказано. Как выглядит протон, тоже легко догадаться, из 111 ролика. Чувак 111 ролик выпустил по вот этому бреду. Я поражаюсь таким людям. Вот колебания, как показано на видео. Поэтому протон, это тот же развернутый угол, который задает направление движения. И еще два возмущения, вперед и назад. И все бозоны Гаусса названы векторными, так как у них есть направление распространения волны. Да, они названы калибровочными, потому что есть такая штука, называемая калибровочная инвариантность. И все поля, которые описывают эти калибровочные бозоны, они имеют калибровочную инвариантность. Бозоны Гаусс. Значит, кроме развернутого угла, у протона, как я уже сказал, есть два возмущения, которые создают вот эти вот колебания вперед-назад. Далее из бета-распада легко выйдет. Так, значит, был обнаружен абсолютный ноль, названный бозоном Хиггса. Стоит отметить, что само название Хиггс содержит две буквы Г, отвечающие как бы за гравитационное возмущение. А я-то думал, Хиггс – это фамилия Питер Хиггса, а оказывается, две Г – это гравитационное возмущение. ГГ – гравитация? Обалдеть. Само слово Хиггс по толкованию буквы можно расшифровать как столкновение двух букв Г. Обалдеть. В общем, выяснили, что бозон Хиггса – это обозначение абсолютного нуля. Не знаю почему, но Михаил Данилов Я должен привести это Или, например, Дмитрий Казаков Вызывает у меня больше доверия, чем Сильное взаимодействие описывается группой Чем прямоугольнички Ростислава Дмитриева. И почему-то мне кажется, что если люди, гениальные люди Создали такую вещь, как стандартные модели квантовой теории поля И в этих 800 страницах вот такая вот математика То, наверное, без этой математики все-таки нельзя обойтись И одних только треугольничков и прямоугольничков окружности Который предлагает нам Ростислав Дмитриев Почему-то мне кажется, что недостаточно Но будем надеяться, что такие лекции, как Валерия Рубакова Михаила Данилова Или Дмитрия Казакова Не будут смешиваться с таким трэшем, как у Игоря Данилова Или Ростислава Дмитриева Редактор субтитров А.Семкин